это владислав ковалевский и сегодня мы будем с вами учить элемент под названием webster либо маховая передняя как же его сделать все наверняка видели много раз как он делается красивый элемент делается в разных вариациях я знаю минимум 4 техники по которой его можно сделать сегодня мы с вами рассмотрим все эти четыре техники приступим к первой технике к первому виду webster webster через переднее сальто если вы уже это будет отличной базой если не умеете ничего страшного покажу для начала как он выглядит похоже как на обычное переднее сальто но она делается с одной ноги за счет маха да вы конечно можете разбежаться вообще не махнуть и сделать вам покажу это вам поможет научиться привыкнуть вообще как его делать потом как если вы уже научитесь делать так то нам нужно вообще три этапа первый вылет второй полет третья группировка четвертое приземление если мы учим webster через передние нам для начала нужно научиться забегать на одну ногу то есть желательно делать без вальсета а с находки то есть не должно быть вот такой вот вещи два раза на одну и ту же ногу а потом мы его делаем да так делать можно на самом деле так сложнее это уже больше подходит для webster в прогибе который мы рассмотрим чуть позже с одной ноги смысле без вальсета вот так вот а допустим левое правое левое в конце либо правое левое правое потом мы научились забегать с вами вылет так когда мы ставим ногу мы стараемся вымахнуть как можно выше посмотреть перед собой и не заваливаем корпус ошибка у всех начинающих они сразу пытаются завалить корпус конечно поначалу так будет у всех но старайтесь сразу учиться правильно сразу делать правильно не вот так вот замаскивать корпус моя камера разрядилась продолжу снимать на другую итак второй пункт вымах вы не должны заваливать спину как я уже сказал и у вас вымах идет руками не как на обычные передние важный момент а полностью вверх вымах идет не сверху вниз как на обычные передние а снизу вверх это вам поможет набрать высоту гораздо выше я сейчас попробую продемонстрировать вот сверху вниз мах а теперь снизу вверх я думаю заметно что идет и вылет лучше и крутка лучше то есть учить webster стоя через передние именно и вообще в принципе любой webster практически только не в прогибе именно с таким махом как же научиться если вы вообще не умеете я вам советую сначала просто завалиться махнуть все-таки сверху вниз когда если вы вообще не умеете ни передние webster просто разбежаться поставить ногу лучше всего попробовать поролон с какого-нибудь препятствия ну либо с ровного если у вас нет никакого препятствия либо если у вас нету возможности сделать это в зале в поролон вот на песочке небольшую высоту я советую вам примерно как у меня сейчас на видео высоту выбрать и примерно с такой высоты учиться то есть просто набежали вот я вам покажу абсолютно так как я учился первый раз я даже найду этот кадр вам и покажу мой один из первых webster то есть просто заваливаетесь и сразу пытаетесь жопироваться даже у вас может не выйти плотно можете заляжки попробовать главное попробуйте махнуть максимально и сжаться примерно это у вас будет получаться вот так ну может да не станете с первого раза в ноги ну примерно вот такими движениями когда привыкнете уже будете делать все нюансы то что я говорил разобрали третий группировка ну если на webster через передние беремся как на передние можно за колени можно под колени это уже кому как удобно можно даже так браться есть такой вид группировки просто чем это поможет вы когда махаете вы когда беретесь так в большинстве случаев все-таки как-то лучше мах и резче даже крутка к спинку держим ровненько тянемся наверх и крутим когда вы чувствуете что вы уже полностью докрутили не спешите открываться сальдо это такое обманчивое чувство вы думаете что вы уже докрутили а вы еще не докрутили поверьте моему опыту особенно при двойном лучше заранее не раскрываться вот когда вы почувствуете что вы уже чуть ли не перекручиваете ну так чуть-чуть совсем на носочки летите то раскрываетесь ну приземляемся на носочки второй webster webster с группировкой по одной ноге можно махать так можно одной рукой назад второй вверх продемонстрируйте webster по одной на разножку называет очень красиво смотрится и очень эффективен в использовании если вы хотите продолжить какую-то связку либо webster подряд либо webster врандат и так далее какие-то связки третий webster тоже на разножку с махом как на арабское одна рука вперед вторая назад либо и на правую сторону сюда если вы уже умеете арабское но не умеете webster но есть один нюанс вы должны уметь арабское в ту же сторону что и webster арабское у нас как делается одна рука махает вверх вторая назад вы можете движение на арабское сделать так же само но развернуться передом абсолютно таким же махом у вас получится тоже webster ну так как я не совсем умею арабское на левую сторону я конечно попробую сделать но посмотрим что из этого получится попробую показать вам на правую сторону потому что я арабское умею правую сторону может у кого-то получится махнуть сильнее будет хорошо тоже корпус держим максимально прямо ну и четвертый webster webster в прогибе можно делать двумя техниками можно делать с вальсета то есть допустим если вы делаете с левой ноги правая еще раз правая и пошел мах вы тянетесь тянетесь к ноге здесь очень важно чтобы у вас была растяжка хотя бы минимальная иначе вы рискуете резко махнуть и повредить себе связки вот здесь в этой зоне и будет очень больно поверьте мой друг уже так повредил себе связки именно на этом элементе webster в прогибе поэтому перед этим хорошенько разомнитесь покажу какие упражнения вам помогут обычные выпады то есть делаете обычные выпады хорошо растягиваете свои связки чтобы вы почувствовали что они хорошо вас здесь у вас мах на webster в прогибе не снизу вверх как я вам показывал ранее а сверху вниз только не вот так на обычной передней а то есть вот так раз тянетесь к ноге стараетесь смотреть на пол и стараетесь чуть ли не лбом достать прям колено ну почти практически по крайней мере показываю можно и без вальсета сейчас попробую еще раз меня конечно получается не идеально ну как получается пробуйте возможно у вас получится прогиб еще лучше еще один важный момент помимо того что у вас должна быть растяжка немного на продольный шпагат вы еще должны иметь мостик вот делаете мостик растягиваете свою спину это вам поможет сделать webster прогибе то есть если вы делаете с какого-то препятствием вы можете и без вальсета если на ровном советуется все таки сделать вальсет не ломайтесь приземляйтесь на ноги всем удачи подписывайтесь на канал будут еще новые видео обучения на разные элементы всем удачи и до новых встреч вальсет